Здравствуйте! Меня зовут Фёдор Васильев. Приветствую вас в 61 уроке видеокурса Лендинг Пэйдж для начинающих. В этом уроке я хочу вам показать виджет анимированные частицы. Вот я ввожу сейчас мышь по своему сайту, и вы видите, как за мышью следуют вот такие некие частицы. У меня уже был такой урок похожий. Если вы помните, в том уроке мы с вами проходили вот из этого примера немного другие частицы. Они видны всегда, они немножко отличаются, и у них больше настроек. А в этом уроке немножко другой виджет, но тоже интересный. Вы видите, да? Только где мышь появляются данные частицы. Переходим давайте в Adobe News и рассмотрим данные настройки. Заодно посмотрим, как устанавливается данный виджет. Такую установку виджета я еще в уроках не делал. Возможно, новичкам будет интересно, как устанавливаются данные виджеты. А если вы нашли вот такой виджет, когда у него есть не только вот этот файл, который мы, как правило, запускаем, устанавливается виджет к нам в Muse и все. А еще имеются вот такие скрипты. То есть вот окончание .js, да? Это у нас скрипты. Если вы установите только вот этот вот файл, без этих скриптов, виджет не будет работать. И давайте посмотрим, как устанавливается данный виджет. Сначала вы запускаете данный виджет. Он к вам устанавливается в программу. Нажимаем ОК. И нам нужно добавить вот эти три JS файла. Как это сделать? Смотрите, переходим в файл и добавить файлы для передачи. Здесь их все вместе выделяем и нажимаем кнопку открыть. Вот и вся установка. То есть файлы добавились, теперь все нормально. Данный виджет ищем в библиотеке. Перетаскиваем, как обычный виджет, к нам на холст. И он у нас сразу по ширине встает 100%. Вы его можете перемещать. То есть, если вам нужно только в какой-то части сайта, чтобы работали вот эти вот частицы, то вы их перемещаете. Если нужно немножко сделать площадь больше, чтобы работали данные частицы, то вы за нижний маркер можете потянуть и установить до какого уровня, чтобы было видно данные частицы. У данного виджета, вот вы сейчас видите, я открыл параметры, никаких настроек нет. В отличие от предыдущего урока, похожего о частицах, когда мы делали, там имелись настройки. Можно было задать цвет, цвет частиц, по-моему, количество частиц. Это все можно было сделать. То есть, мы не можем его никак настроить. Вот он как он и есть. Давайте идем в предпросмотр. То есть, вот он, в принципе, весь виджет. Если вам он интересен, если он вам нужен, под этим видео будет ссылка на мой сайт. Перейдете на мой сайт и скачаете данный виджет. На этом я с вами прощаюсь и увидимся в следующем уроке. Наверное, трудно представить себе современный лендинг-пэйдж, сделанный в Adobe Muse без сторонних виджетов. А где же их взять, спросите вы. Специально для вас я подготовил пак качественных и самых востребованных виджетов. 121 виджет ждут вас. Всего в 2 клика вы сможете скачать абсолютно бесплатный потрясающий виджет. Например, меню для мобильных устройств. Несколько вариаций мобильных меню. Уникальные слайд-шоу. Всевозможные эффекты с текстом. Круговой прогресс бар. Маска с текстом. И многое другое. Чтобы скачать виджеты, перейдите на мою страничку «Адрес», который вы видите у себя на экранах. Просто впишите сюда свой рабочий электронный ящик и нажмите на кнопку «Забрать виджеты». К вам придет письмо с подтверждением вашей электронной почты. Обязательно подтвердите. Иначе виджеты не придут к вам на почту. Второе письмо придет к вам автоматически, где вы сможете скачать 121 виджет. Делайте лендинг-пэйдж. Делайте их круто. Продолжение следует...